МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В студии Геннадий Адушев. Вы смотрите программу «Свой патруль. Хроника происшествий». Сегодня в выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Преступники найдены. Сотрудники полиции раскрыли разбойное нападение на ювелирный магазин в поселке Серышево. В Благовещенске горели хозяйственные постройки. Пожарные справились с огнем за несколько минут. Нетрезвый гонщик из Зеи в скором времени может быть осужден. Дело о его правонарушениях направлено в суд. Полиция просит помощи в розыске пропавших в Благовещенске людей, а ушедшая из дома несколько дней назад жительница Рочихинска найдена в Благовещенске у своих друзей. Сотрудники полиции раскрыли разбойное нападение на ювелирный магазин в поселке Серышево. По подозрению в совершении преступления задержаны трое жителей Белогорска. По версии следствия, 3 августа текущего года подозреваемые ограбили ювелирный магазин, при этом был убит один из посетителей, мужчина 1973 года рождения, а также похищенные ювелирные изделия на крупную сумму. Также установлено, что злоумышленники в тот же день угнали автомобиль, который они впоследствии сожгли. По данным фактам возбуждены уголовные дела. Для раскрытия этого преступления полицейские опросили сотни человек, просмотрели десятки видеозаписей с камер видеонаблюдения, авторегистраторов. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий сыщики определили круг лиц, причастных к совершению указанных преступлений. Ими оказались жители города Белогорск. Полицейские установили местонахождение каждого из них и провели одновременно задержание всех троих. В настоящий момент подозреваемые помещены в изолятор временного содержания. Сообщение о возгорании в частном секторе в Благовещенске поступило на центральный пункт пожарной связи. Незамедлительно к месту пожара прибыли огнеборцы в составе 9 человек и 2 единиц техники. На улице Горького горели 2 хозяйственные постройки. Через 3 минуты после начала тушения пламя локализовали. Еще через 4 минуты ликвидировали открытое горение. В результате пожара огнем обе постройки повреждены по всей площади. Причина и виновник пожара устанавливаются. В тушении пожара были задействованы силы и средства специализированной пожарно-спасательной части и поисково-спасательного отряда Благовещенска. В суд города Зеи направлено уголовное дело в отношении мужчины за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. 26 июля 30-летний местный житель находился за рулем в своей «Волге», когда нарушил правила дорожного движения. По этой причине он и был остановлен сотрудниками ДПС. Предъявить удостоверение на право управления автомобилем водитель не смог. При этом сотрудники полиции заметили явные признаки алкогольного опьянения, специфический запах и невнятная речь. По результатам проведенного медицинского освидетельствования было установлено, что мужчина действительно употреблял алкоголь, прежде чем сесть за руль. Ранее мужчина уже был лишен права управления транспортными средствами на полтора года. Кстати, за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. В настоящее время расследование закончено. Уголовное дело направлено в суд. В Благовещенске разыскиваются Федорова Ольга Анатольевна, 1982 года рождения, и ее сын Федоров Дмитрий Андреевич, 2011 года рождения. 16 августа этого года в вечернее время на попутном катере выехали с территории турбазы «Зеленая» до села Белогорье. Затем сели в автомобиль, припаркованный у железнодорожного моста. До настоящего времени местонахождение разыскиваемых неизвестно. Приметы Ольги Федоровой. На вид 30-35 лет, смуглая, глаза серые, нос с горбинкой, волосы светлые, стрижка каре. Приметы Димы Федорова. На вид 4-5 лет, рост 80 сантиметров, смуглые, глаза голубые, волосы прямые, светлорусые, был одет в шорты, футболку и кепку. Разыскивается без вести пропавший Поздоровкин Сергей Иванович, 1970 года рождения, местонахождение которого с 11 августа этого года неизвестно. Приметы. На вид 45-50 лет, рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, волосы прямые, седые, короткострижен, глаза голубые. Особые приметы. Родимое пятно на животе. На момент ухода мог быть одет в синие джинсы, синюю футболку и черные туфли. Всем, кто что-либо знает о пропавших людях, просьба обратиться по адресу город Благовещенск, улица Октябрьская, 136, или по телефонам, которые вы видите на своих экранах. В Благовещенске сотрудники полиции нашли пропавшую на прошлой неделе 14-летнюю Валерию Бущину. 15 августа она ушла из дома в Райчихинске, и до настоящего времени ее местонахождение было неизвестно. О пропаже заявила мать девочки. Незамедлительно на поиск несовершеннолетней был поднят весь личный состав городского отдела внутренних дел. Полицейские обследовали все возможные места нахождения ребенка, проверяли подвалы, чердаки зданий, парки, детские площадки, опрашивали родных, друзей и соседей 14-летней девочки. В итоге инспекторы по делам несовершеннолетних нашли ее в Благовещенске. Девочка находилась в квартире своих друзей. В настоящее время полицейские выясняют обстоятельства и причины, по которым ребенок ушел из дома. С ней и ее родителями инспекторы по делам несовершеннолетних проведут профилактические беседы. На этом все. В студии был Геннадий Адушев. Смотрите выпуски нашей программы на портале asn24.ru и помните, что осторожность никогда не бывает излишней. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин